Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский Ляо Ян, 22 мая Я выбился из колеи Вагонная жизнь закончилась А жизнь в Ляо Яне еще не наладилась И не могу похвалиться, чтобы я почувствовал уже ее Так над воронкой водоворота долго еще кружит на поверхности болинка Пока и ее, в свою очередь, не захватит и не утянет в свои бездны этот водоворот А пока маленькое станционное здание с грязным буфетом С массой в нем всякого рода военных И как ни мало это здание Оно закрывает весь остальной плоский вид Только на горизонте, на востоке Вырисовываются зубцы невысоких гор Да ближе к вокзалу заглядывает какая-то многогранная башня В верхней своей половине, кончающейся высокими шпицами Вся покрытая рядами горизонтальных карнизов А в нижней, с барельефами на гладких стенах С глухими отверстиями для окон Но окон нет Нет дверей Внутри башня пустая Говорят, выстроена она 500 лет тому назад корейцами В знак победы и завоевания Маньчжурии Знак остался А сами победители уже и у себя дома И даже без боя побежденные И этот неразрушенный знак Свидетельствует теперь только о вязчем презирении китайцев к их победителям Они даже не разрушили этой башни Совершенно пустой внутри Эмблемы пустоты и тщеславия Но башня оригинальна И печать веков придает ей свою манящую прелесть А между башней и вокзалами расстояние около полуверсты Такой же новый город, как я уже видел в Харбине Только здесь дома из темно-серого кирпича С такого же цвета крышами Ряд домов однообразного типа С площадью, с церковью на ней Такую же темную и с архитектурой в стиле домов Дома же примыкают друг к другу И каждый обнесен деревянным, только еще загрунтованным полисадником Это все будущие цветники Сады, дворы Но теперь пока пустырь, на котором коновязи, лошади, солдаты со штыками На крылечках домов сидят китайцы Разного рода прислуга, повара, прачки, бои Что по-английски значит «мальчик» Такие же китайцы, рикши, везут рысью маленькие двухколесные колясочки по улицам Один спереди, другой сзади А в колясочке в полулежачем положении, весьма неловком на взгляд, едут военные, держа в руках свои шашки К востоку от вокзала, за этим новым городом, за этой башней, старый, китайский город Невидный с вокзала, весь кругом обнесенный массивной каменной стеной Сажене в две толщиной и сажене четыре высотой Несколько высоких с арками ворот ведут в этот город несколько проломов Это нами сделанные проломы на случай сопротивления города и более свободного прохода войск через город Эти проломы обнажили интимную часть города Теперь вы через этот пролом въезжаете и едете вдоль внутренней стены Там, где никогда эта езда не предполагалась И вы видите то, что скрыто от глаз, когда вы въезжаете через обычные ворота в пыльный с узкими улицами город Здесь пред вами сады, виноградники, прихотливые домики, все в зелени Среди них и дача англичанина-доктора, который уже двадцать лет здесь живет и лечит Во время восстания в Маньчжурии он оставался в Ляояне, и никто его не тронул Тогда как на двести человек, служащих на железной дороге, было сделано нападение толпой до пяти тысяч человек Но, господа, чем же это объяснить? Вполне понятно Будь железная дорога только коммерческим предприятием, без пограничной стражи Нас никогда бы не тронули Стражи еще не было, хунхузы грабили соседние села, но не трогали железной дороги Не трогали потому, что дорога явилась источником, снабжавшими деньгами жителей А хунхузы эти деньги отнимали у этих жителей Им расчета не было убивать ту курицу, которая несла им яйца Пограничная же стража придавала всему делу политический характер Это задело самолюбие, и дело испортилось В семье, конечно, не без урода, но и одна паршивая овца может все стадо испортить Хунхузы и получили почву, приобрели симпатии населения В крайнем случае лучше держать войска и всю эту стражу на границе Надо вызвать, а не надо, они и будут там сидеть, не создавая лишних поводов для недоразумений И вы не боитесь, что вас перерезали бы? Да вот не режут же англичанина и других, которые живут в городе, имеют магазины, рестораны Мы едем по узким оживленным улицам Двухколесные арбы Вьючные мулы Ослы Крики погонщиков Резкие гортанные Дети Полуобнаженная груда смуглых темно-бронзовых тел Черные косы Запах этого ужасного кунжутного масла Тут же на улице под навесами лавки А иногда и внутри дома за этими решетчатыми без стекол окнами Корзины и лотки с китайскими сластями и фруктами Яблоки, твердые, со вкусом арепы Груши, апельсины Огородной зеленью, луком, салатом, редиской, а иногда и с огурцами из чифу А вот и русско-китайский банк Такой же, как и остальные фанзы С бумажными окнами вместо стекол Только побольше немного Там, где эти немощенные улицы поливаются водой, видна их даль Очень живописная вся в вывесках и движениях Где же нет поливки, там невозможная пыль Рот и глаза забиты Чтобы уберечься от пыли, носят специальные глухие очки с простыми стеклами Проходят китайские женщины в коротких юбках с причудливой переческой Вот эта бездетная Видите, у нее главная головная шпилька вдоль головы Она молода, очень красива, с нежной кожей, с едва скошенными глазами Да, совершенно особенный склад жизни Сам по себе народ деликатный в высшей степени Чувствует глубоко обиду Дорожит вежливым обращением и понимает толк в этом Не способен по натуре и мухи обидеть Вы заметили, когда отделял ребятишек с властями Сергей Иванович С каким удовольствием и радостью смотрела толпа, как едят эти дети Обратите внимание, например, на их равенство с рождения Экзаменами можно всего достигнуть для себя Можно получить дворянство Возвести весь свой род в это дворянство Отца, деда, весь умерший остальной род Но не сына Сын сам должен опять добиваться А их честность Даже лишая себя жизни Они прежде рассчитываются со всеми своими кредиторами Во время последних беспорядков считали Что розданные задатки погибли Но кончились беспорядки И все, кроме убитых Явились и отработали все, что взяли Они долго не хотели верить Что их могут обманывать русские Они, у которых не существовало никаких векселей и расписок Теперь завелись А их полевая, огородная, садовая культура Ведь это все последнее слово нашей науки И вот рядом с этим непостижимая жестокость Заворовство, пытка, казнь При мне в деревне вот какой случай произошел Брат увлекся женой брата Жена пожаловалась мужу Тогда муж взял разрешение у старшины И суд родственников приговорил виновного к смерти Его вывели за деревню Связали у вырытой могилы И после истязания, которое произвела оскорбленная жена Собственноручно Его столкнули в могилу и живого зарыли И мой спутник приводит новые примеры Жестоких казней с истязаниями За прелюбодеяние, воровство и другие преступления Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Продолжение следует...